Это программа День с толком. Итоги недели в студии Елены Макаренко. Здравствуйте. Информационная повестка уходящей недели получилась обширной, темы звучали разноплановые. Но, пожалуй, центральное событие связано с политикой, точнее, с посланием президента Федеральному собранию. Владимир Путин обратился к парламенту страны уже в 17-й раз по счету. Еще перед его выступлением многие прогнозировали, что послание станет обращением нового времени. Оправдались ли ожидания, по мнению местных экспертов, расскажем далее. Это послание стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для Владимира Путина. Характер выступления еще заранее назвали постковидным. Президент начал с итогов прошлого года о сложностях пандемии и научных прорывах, а именно о разработанных в России трех вакцинах против коронавируса. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса. И по контуру внешних границ, и внутри нашей страны. В связи с эпидситуацией Путин поручил Минздраву и субъектам страны расширить программу диспансеризации и профилактических осмотров с 1 июля. Для этого в регионы поставят мобильные диагностические комплексы. Также президент сообщил, что в ближайшие три года будет дополнительно направлено 5000 новых машин скорой помощи в сельскую местность. Это позволит практически полностью обновить парк автомобилей. Если подытожить, Путин призвал добиться к 30-му году средней продолжительности жизни в 78 лет. Сегодня президент дал развернутые ответы на многие вопросы. Обозначил будущие социальные выплаты семьям с детьми, поддержку здравоохранения, поддержку бизнеса. По сути, сегодня мы услышали стратегию развития, пошаговую стратегию развития нашей страны на ближайшую перспективу. Теперь это необходимо в том числе обеспечить законодательной базой и сделать это незамедлительно. Стало известно, что семьи, в которых растут школьники, получат единовременную выплату в августе этого года. Также будет увеличен размер больничного по уходу за ребенком до 7 лет до 100% заработка. Это особо важно для молодых женщин без большого стажа работы. Поддержка коснется и неполных семей. С 1 июля детям с 8 до 16 лет, которые растут в таких семьях, назначат ежемесячную выплату в размере 5600 рублей. Все ждали поддержку школьников и мы ее получили. Все школьники в этом году получат помощь в подготовке к школе. 10 тысяч рублей это важно, но и семьи, в которых воспитываются дети из неполных семей, в сложной жизненной ситуации, они также будут получать дополнительные выплаты. Фонды, которые на сегодняшний день существуют, национального благосостояния, они способны помочь семьям, которые сильно пострадали от пандемии. И дети находятся еще достаточно в таком начинающем возрасте, этого хватит. О возах страны дополнительно появится 45 тысяч бюджетных мест, большая часть в регионах. Приятные бонусы ждут и экономику. Поддержки инфраструктурных проектов такими вот кредитами, долгосрочными, проценты небольшие для того, чтобы развивать эту структуру. Это проблемные темы, это дороги, это жилищно-коммунальное хозяйство. Есть темы, которые особенно для нас важны, это туристические объекты. Укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области. А с учетом ресурсов инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры. Например, регионы центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца. Нам нужно сейчас не о какой-то большой стратегии международной политики говорить, нам нужно сейчас региону посмотреть, где нам эти проекты выкристаллизовать, предложить федеральному центру и начать активно их реализовывать. А вот внешней политике Путин уделил немного времени в конце выступления, хотя заявление на эту тему, говорят эксперты, ждали многие. А по итогу слово президента вышло коротким и простым. Анастасия Дороган, Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком. Многие эксперты сошлись во мнении о том, что послание Путина с одной стороны оказалось предсказуемым, с другой не оправдало ожиданий с точки зрения корректировок разных непопулярных у населения мер. Мнение одного из барнаульских политологов Константина Лукина далее. Путин говорил о простых рабочих вещах, которые имели отношение просто к текущей деятельности. Правительства, губернаторов и всех остальных вещей. С этой точки зрения это слабое послание. Но это мог допустить только человек, который уверен, что он говорит те вещи, которые будут выполнены. Кто это будет выполнен? Это просто простая текущая работа и ничего сверхъестественного не должно случиться. И да, прозвучали те вещи, которые должны быть базовыми, просто для деятельности всех органов госплазки. Да, давайте к экологии, да, модернизируем, да, сделаем, но ничего сверхзадачного, сверхпрорывного. Типовая, простая работа на 2021 год, который на минуточку считается важным с точки зрения выбранной кампании, раз, с точки зрения мирового кризиса и с точки зрения внешнеэкономических проблем. Он с этого начал, что внешнеполитическим будет чуть-чуть, а ждали. Высылка дипломатов, неоднозначная ситуация с США, отсутствие нормального диалога с Европой, попытка развязать войну между США, Китаем и Россией. А Путин ограничился пятью минутами, напомнив про то, что мы суверенные, у нас есть чем себя оградить. Звучала и медицинская тема. Всю неделю в Барнауле работал мобильный донорский пункт. Журналистам продемонстрировали, как проводят диспансеризацию людям, переболевшим коронавирусом в тяжелой форме. Но отдельно остановимся на палеотивной детской службе. Год назад в одной из барнаульских больниц для неизлечимых больных детей открылось отделение палеотивной помощи. О нем, а также о состоянии и перспективах детской службы расскажем в видеосюжете. Наталья Ивановна, мы к вам через полчаса подъедем. Удобно будет? Сегодня фельдшер Николай Бабришов посещает тяжелого барнаульского ребенка. Все необходимое с собой – медикаменты, катетеры. В патронажной бригаде обычно несколько человек, и каждого нуждающегося они посещают несколько раз в месяц. Сейчас в регионе проживает 230 деток, которым требуется палеотивная медицинская помощь. Если раньше мы обслуживали только барнаул, сейчас мы обслуживаем весь практически Алтайский край, кроме Бийска и Рубцовска. То есть мы выезжаем в районы, вот вчера мы были в Алтайском районе. Большая часть детей – это дети с поражением нервной системы, это органическое поражение, это энцефалопатия, эпилепсия и последствия ДТП. Этот подросток попал в ДТП два года назад. Его сбил автобус. С тех пор он в тяжелом состоянии. И надежд на выздоровление, впрочем, это касается всех палеотивных пациентов, уже нет. Он дышит благодаря специальным аппаратам и питается тоже благодаря им. Иногда патронажная бригада приезжает к нему домой, но часто такие больные месяцами находятся в стационаре. Сейчас здесь 10 коек. Мамы почти всегда рядом. Ко всему привыкаешь. Я стараюсь просто не продолжать. У меня есть еще младший сын. Я просто стараюсь жить, как жила. То есть да, конечно, это тяжело. Я стараюсь как-то это все, помощь найти себе. Но я живу, как жила. Я не унываю. Да, он сейчас такой. От судьбы никто не застрахован, нет. Палеотива нет, чего другого. Но не каждый родитель в состоянии самостоятельно справиться с подобной сложной ситуацией. Многим требуется помощь, прежде всего психологическая. В том числе для этого решено было создать фонд помощи палеотивным деткам и их родителям. Пока фонд лишь регистрируют, рассказывает его руководитель, тоже мамочка тяжелого ребенка. Когда человек сталкивается с такой проблемой, он не подготовлен. И ему нужен какой-то человек, которому он может выговориться, с кем он может посоветоваться. Как только регистрация будет пройдена, мы создадим страницы в соцсетях и через соцсети будем оповещать родителей, какую-то информацию им выдавать. Будем оповещать общественность, может быть, какому-то ребенку какой-то сбор организовывать. А помощь требуется. Несмотря на то, что государство выделяет средства на таких детей, денег не всегда хватает. В том числе на реабилитационные поездки. Руководитель отделения палеотивной помощи поделилась, что им недостает и врачей, в том числе психологов. Работа сложная, выезжать к деткам требуется регулярно. Не хватает в стационаре и мест для таких тяжелых больных. Но этот вопрос в ближайшее время будет решен. Эти пока еще пустые, палаты скоро заполнятся. Отделение планируют увеличить на три койко-места. Специалисты отмечают, что наш регион лишь на пути к тому, чтобы палеотивная помощь стала всеобъемлющей. Да, у нас есть отделение, которое регулирует работу всей палеотивной службы края. Есть патронажная бригада, которая при необходимости выезжает на дом, но еще есть чему учиться. Недавно наши медики были гостями Челябинска и Татарстана, где большой опыт в плане развития палеотивной помощи. Что там у них такого, что мы могли бы взять для себя? Во-первых, это, конечно же, огромная психологическая поддержка родителей. Это духовная поддержка родителей. То есть то, что мы сейчас еще у себя только начинаем внедрять. То, что необходимо внедрить, это, конечно же, хорошие консультации и психологическая поддержка, и работа психологическая с родителями данных пациентов, потому что это очень тяжелая категория пациентов, и родителям тяжело в 24 часа в сутки находиться с такими детьми. Ну и, конечно же, духовная составляющая, о которой уже ранее говорилось. А что для этого нужно сделать, чтобы эту психологическую поддержку внедрить? Вам специалистов больше требуется или что? Сейчас на данный момент у нас есть психолог, который уже начал работать с родителями. Да, мы планируем расширять эту службу. Это будет и педагогическая поддержка детям, сопровождение педагогическое. Это и поддержка родителей. Мы сейчас уже организовали школу палеотива. Она у нас начинает функционировать с мая этого года. На весь Алтайский край будет транслироваться эта школа для палеотивных пациентов, родителей палеотивных пациентов. Это, во-первых. Во-вторых, родители смогут через сайт медицинской организации задать любой вопрос любому специалисту, в том числе и с психологическими проблемами для сопровождения этих родителей. Ну и, соответственно, мы планируем, конечно же, проведение совместных праздников и различных мероприятий. То есть эти люди не должны себя чувствовать обделенными. Совместно с фондом, который будет организован, фонд для палеотивных детей, соответственно, мы с ними будем проводить все эти мероприятия. Большая работа планируется у нас и с социальными службами, потому что это, безусловно, родители, которые требуют еще и социальной поддержки в плане получения различных расходных материалов, медицинских изделий, оборудования. Поэтому мы уже связались с Министерством социальной защиты Алтайского края, и мы надеемся на дальнейшее с ними сотрудничество в этом направлении. На этой неделе состоялось очередное судебное заседание в отношении Стеллы Штань. Ее адвокат подавал апелляционную жалобу об изменении меры пресечения, но Алтайский краевой суд отказал в удовлетворении иска со стороны защиты, и Стелла Штань до суда остается в СИЗО, а не под домашним арестом. Напомним, 2 апреля экс-представителя губернатора поместили в СИЗО на два месяца. Штань предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в 2015 году Штань, заведующая детским садом «Хэппи Бэби», провели махинацию с документами и получили субсидию в размере 14 миллионов рублей. Добавим, что заведующую «Хэппи Бэби» арестовали еще в марте. Сейчас она также находится в СИЗО. Жильцы барнаульских многоэтажек, в 15 метрах от которых собираются построить еще одну высотку, продолжают отстаивать свои права. На этой неделе они вместе с застройщиками и чиновниками мэрии сели за стол переговоров. Был ли толк от встречи и к чему готовятся жители, знает Татьяна Голубева. Нам обещана была зеленая зона. Парковка. С парковочками, все прекрасно. Потом застройщик нам пояснил, это был просто рекламный ход. Вы могли не покупать, если бы вы не сказали вам этого, вы бы не покупали наши квартиры. В итоге квартиры куплены, а в 15 метрах от жилых домов должен появиться еще один. Смотреть из окон не на деревья, а на стены соседнего здания никто не хочет. На встрече неделю назад застройщик пообещал горожанам заморозить стройку до 15 мая, чтобы найти компромисс с жителями. Последние пришли с предложениями. Возможно ли обмен земли? То есть город изымает участок у застройщика под муниципальные нужды и дает в другом месте города. Процедуру обмена земельным участком защитить невозможно, потому что нет для этого правовых оснований. Пересмотреть место для строительства немного дальше от того, что выбрано сейчас. Это еще одно из предложений жителей. И застройщик вроде бы не против, но... Есть определенные процедуры. Правильно, что он все равно говорит. Правильно землепользованной застройки основывается на решении генерального плана. Можно изменить конфигурацию зеленой зоны. Внести изменения в генеральный плана. Затем внести соответствующие изменения в правилах землепользованной застройки. Временная цена вопроса два года. Фактически единственный выход, который сейчас есть у жителей, это обращение в суд. Но сначала они планируют дождаться результатов заказанной ими экспертизы. Если она покажет, что никаких нарушений норм для строительства нет, поход в суд может оказаться бессмысленным. И жители даже готовы будут извиниться перед застройщиком. Но они не намерены отменять запланированный на это воскресенье митинг. Митинг имеет целью своей формирование и публичное выражение мнения, общественного мнения по поводу точечной застройки неразумной градостроительной политики в нашем городе. До 15 мая место, огороженное под строительство дома, использовать не планируют. Но ждать дальше и нести убытки застройщик не готов. Мы будем следить за развитием ситуации, ведь даже если стройка продолжится, горожане планируют и впредь бороться против точечной застройки краевой столицы, которая, по их мнению, совершенно не учитывает интересы рядовых жителей. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Число наркозависимых в крае не уменьшается. В этом убеждены руководители реабилитационных центров. Они считают, что причина во многом объясняется переходом наркобизнеса в интернет. В телеграм-каналах торговля наркотиками ведется настолько бойко, что там даже устраивают акции и объявляют скидки. Возможен рост по карьерной лестнице. Но если вдуматься, за всем этим кроется, по сути, продажа смерти. Синтетики, которая превращает потребителей в нелюдей. Об этом далее наш специальный репортаж от Андрея Дреера. Пошел прогулять урок с одноклассниками. Там и уговорили попробовать наркотик. Примерно в 16 лет жизни Егора испортила так называемая синтетика. Он побывал в реабилитационных центрах на родине в Магнитогорске, но помочь смогли только здесь, в одном из алтайских учреждений. Егор рассказывает, что он на себе испытал все стадии наркотической зависимости. От комфортного употребления дошел до края. Потерял доверие родных. Начал воровать, обманывать, грубить. Была девушка, которая два года встречалась. Потом она на меня забила по большому счету. Потому что она не видела в этом смысла, сколько бы она ни пыталась мне сказать, указать на проблему. Я не слышал ее. Бегал за наркотиками в минус 40, ночевал в подъездах. Теперь после реабилитации вернулся к трезвой жизни. Но прошлое постоянно напоминает о себе наружной рекламой. Рядом школа, гаражи, центр города, очень многолюдный район. И здесь практически везде можно обнаружить эти надписи. Если они на многоквартирном доме, по-хорошему управляющей компанией бы их и убирать. Это хороший пример того, как управляющие компании, видимо, сами работают. Боюсь, не ошибусь, если скажу, что в этом доме и закладки можно найти легко. Оффлайн-реклама только вершина айсберга. Все эти сочетания букв для посвященных ведут на сайты, порталы в Даркнете. Темная часть интернета, в которую знающие могут легко пробраться, а силовые структуры складываются ощущения, с этим ничего не делают. Дмитрий, общественник, который пытается обратить внимание на эту проблему, показывает, какую роль в этом играют каналы в мессенджере Телеграм. Там предлагают работу закладчикам за баснословные по барнаульским меркам зарплаты и, конечно, продают наркотики. Поражает количество таких каналов. Как в настоящем бизнесе, с конкурентами борются с помощью скидок, акций, лотерей. Через сеть ВКонтакте пишут всем без разбора, даже идейным противникам. Да буквально мне вчера, вчера ВКонтакте написали привет. Ну, я думаю, кто-то может знакомый ответил. Привет, ну и предложение такое поступает. То есть, как вообще с работой, то есть, подоработать не хочешь ли? Я сразу понимаю, к чему человек клонит. Скорее всего, то есть, это привлекает в распространение наркотиков. Распространение – это уголовное наказание и чаще всего срок. А вот употребление синтетики, как говорит Дмитрий, может испортить жизнь похуже. Возвращать зависимых с того наркотического света очень тяжело. Государство этим не занимается. Реабилитируют наркозависимых чаще всего частные центры. На фоне одного из них я и стою. Это рядом с Павловском, недалеко от Барнаула. Сюда приезжают люди, которые уже фактически не готовы жить и оставаться в социуме. Мало того, уже не могут общаться с роднёй. Например, участник программы реабилитации Святослав. Имя мы изменили рассказывает, что дело доходило буквально до драки с мамой, которая прятала от сына дозу. Человек буквально утонул в наркотическом тумане и начал таять. Потреблять я начал сразу много. Прям такие запойные, марафонные, марафонами. По пять, по семь дней. Моментальное привыкание. Потреблял я практически каждый день. То есть порой моё состояние вообще доходило до того, что я весил 49-50 килограмм. То есть это вообще ненормально. Руководитель центра реабилитации Данил Минаков говорит, что хуже только изменение сознания наркоманов на синтетике. У тех, кто сюда приезжает, наркотик почти забирает личность. С ним разговариваешь, он вроде адекватный. Проходит две минуты, он опять начинает что-то искать, что там его преследует. Паника, страх у них. Больше страха у них. Они боятся, что их там... Там же есть плоти, с окон выпрыгивают. Разные последствия. Здесь они проходят годовую реабилитацию. Шаг за шагом медленно пытаются вернуться к жизни. Пишут лекции, занимаются с психологом, увлекаются спортом. Выходят людьми. Но, к сожалению, за годы работы десятков центров края клиентов у них меньше не становится. Приходят новые. Свою статистику, как ни странно, ведут таксисты. Оказалось, водители давно жалуются. Клиентов, которые едут за закладками, немало. При этом последние, если дозу не находят, могут не заплатить. Иногда в бешенстве бьют по машине, даже нападают. Водитель такси, который попросил не показывать его лицо и не называть настоящее имя, рассказал нам, что благодаря таким пассажирам чуть было сам не получил срок. Вернул искателей в город, высадил. Через минуту его остановил патруль ДПС. Ну, я понял, что это дело не чистое. Короче, слышу, что это, будем собак вызывать, может, что-то раз. И на меня забыскали. Нет, вот и кто. Я говорю, ну, подвозил. Да это таксист, короче. Ну, вот так вот перепутали. И запаниковали. Таксист, блин, надо этих было брать. Но почему не берут рыбу покрупнее? В сообщениях о задержаниях мы слышим о новых пойманных закладчиках или ботаниках-любителях, что выращивают в гараже несколько кустов конопли. А какова судьба руководителя интернет-магазинов, продающих, по сути, смерть? Неужели нет возможности их поймать, а магазины закрыть? Заблокируешь один сайт, появится другой. То есть, знаете, как змей Горыныч. Голову одну отрубил, выросло пять. По твоему опыту, родители, близкие хоть что-то могут сделать? Как-то блокировать, ставить какие-то блокировки на компьютер? Хоть что-то из этого может помочь? Да это невозможно. То есть, закрыть вот это, как-то оградить доступ, это невозможно практически никак. Даже после реабилитации, даже в очень хорошем центре, наркоман не исцеляется. Он борется, и, возможно, борется всю оставшуюся жизнь, каждый день. Хорошо, если характер оказывается таким же крепким, как у Егора, который и на камеру не боится говорить о своем опыте, чтобы оградить от такого других. Оградить тех, чей стержень может оказаться куда более хрупким. Ведь хлопковая нить, на которой держится счастье каждого, слабее синтетики. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Месяц остался до проведения в Барнауле международных соревнований по гребле на байдарках и каное. На эти состязания съедутся спортсмены из 50 стран мира. География обширная и подготовка серьезная. Что уже сделано, а что еще предстоит, расскажет Анара Шагирова. 28 дней до главного спортивного события этого года для Алтая и не только. Еще чуть-чуть и Барнаульский грибной канал будет принимать гостей. А пока апрельский мороз неожиданно сковал его льдом, поэтому работы на воде приостановлены. Когда мы все раскрасим, будут натянуты дорожки, разметка будет, все красиво будет видно. Тысяча метров, пятьсот, вот в этом будет двести метров. То есть у нас три дистанции. Зато на берегу работы продолжаются. Все продумано до мелочей. А чтобы обеспечить безопасность и четкую организацию, судьи, спортсмены и СМИ будут максимально разобщены. Зрители же смогут наблюдать за грибцами только с противоположного берега. За спиной у нас готовятся трибуны. Три секции, по тысяче человек, по тысяче мест. То есть у нас здесь будет размещено три тысячи болельщиков, зрителей. Там дальше просматривается дорога, где поднята дорога. Ее сейчас асфальтируют, готовят. Доле ее будут размещены все торговые точки. А вот, кстати, и они. Таких торговых павильонов в дни соревнований планируется разместить на гривном больше 70. Все они стандартных размеров и даже надписи на вывесках должны быть одинаковыми, вне зависимости от того, какую продукцию будет предлагать предприниматель. Таковы требования организаторов. На задней стене и левой части павильона можно размещать свою рекламу. Мы там указываем, где можно в черно-белом формате, где в полноцветном. Это требования федерации по гребле и у них есть тоже определенные стандарты. Медицинская помощь, пресс-центр и зал для совещаний будут находиться в самом спорткомплексе. Здесь последние приготовления. Осталось только провести электричество. Буквально из окна виднеется стройка. Будущая так называемая деревня для спортсменов. Это 50 шатров, отдельные для каждой команды. Беспокоит это благоустройство. То есть озеленение такового до 20 мая мы не сможем сделать. Ну, по крайней мере, где-то что-то там газоны сделаем, зачерним их. Ну, без цветов, будем так говорить. А вот с волонтерами проблем нет. Со всей страны заявок поступило около тысячи. Отобрали только 400 добровольцев. В первую очередь они примут участие в размещении и сопровождении гостей-зрителей. Поэтому один из главных критериев – знание английского языка. К слову, самому взрослому волонтеру 74 года. Волонтеров можно узнать вот с таким замечательным рюкзаком и в брендированной одежде. В фирменный стиль, сине-фиолетовая форма. У ребят будут куртки и еще кое-что из формы. Поэтому наших ребят вы точно узнаете. В Барнауле пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках Каноэ. Первый состоится в Венгрии буквально за неделю до соревнований на Алтае. Привезти свои суда гребцы из Европы просто не успели бы. Поэтому в Барнаул уже доставили 300 новых лодок. Организаторы заверяют – сделают все, чтобы никакая ложка дегтя не испортила предстоящий праздник. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. И в завершении выпуска об одном из самых сложных языков в мире. На этой неделе отмечался День китайского языка. Он установлен в память о Цан Цзэ – основателю китайской письменности. Сегодня с помощью иероглифов общаются более полутора миллиарда людей в мире. На Алтай тоже немало желающих заговорить на китайском. А вот где этому можно выучиться и какие перспективы открывает знания иероглифов, знает Анна Рашагирова. Возможно, сегодня китайской письменности так бы и не существовало, если бы еще до нашей эры некий Цан Цзэ, наблюдая за чертаниями природы, не придумал свои первые 500 иероглифов. С тех пор общение у жителей Поднебесной сменилось с узелкового на письменное. И китайский язык стал одним из самых сложных в мире. Китайская речь крайне непривычна русскому слуху, поэтому с трудом верится, что язык вообще можно понять и уж тем более на нем заговорить. Но для студентов отделения педуниверситета китайский язык – это обыденность. Они на парах даже умудряются отвечать на вопросы. На наших парах мы изучаем то, что человек может, когда он изучит, он может пойти работать спокойно и воспринимать радио, телевидение, общаться в жизни с людьми, которые изучают Путунхуа. Мы изучаем Путунхуа, то есть это общий распространенный национальный китайский язык. А помимо Путунхуа есть еще очень много диалектов. На филологическом факультете педуниверситета по этому направлению учатся больше 70 человек. Это будущие преподаватели китайского в России или русского языка в Китае. Студенты рассказывают, русский и китайский слишком далекие друг от друга языки. Например, о падежах, родах и числах китайцы даже не слышали. Главная сложность для русскоговорящих – произносить слова с нужной интонацией. Ну, например, да, есть четыре разных слова. Это «ма», 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 «ма». «Ма» – это «мама», «ма» – это «трава», «ма» – это «лошадь» и «ма» – это «ругать». По этой же причине легко спутать одинаково звучащие слова, например, «генерал» и «соевый соус» или «бессонница» и «собеседование». Но некоторых студентов ничего не пугает. Нередко они, имея языковое образование, уезжают в Поднебесную, находят там достойную работу и продолжают знакомство с местной культурой. В принципе, китайцы очень громкий народ и кажется, что если ты с ними в одном помещении, они там на повышенных тонах разговаривают, что-то случилось. И иногда у своих коллег на работе я спрашиваю, вы сейчас поругались все или вы что-то обсуждали, как вы покушали на завтраке? Нет, мы обсуждали погоду там, грубо говоря. В техническом вузе «Край» есть курсы китайского, правда, обучение там обойдется в копейку. Чтобы посещать занятия, не обязательно быть студентом вуза. Главное – желание. Возрастных ограничений тоже нет. Мне интересно. Я всегда думаю, изучать языки надо, потому что это интересно, развивает кругозор. Ежедневно здесь в разных группах занимается до 10 человек. Читают, говорят и выводят иероглифы. Шан – торговля, шан – площадь. То есть все вместе – это магазин, большой университет. Курсы есть для разных групп людей. У нас есть курсы для студентов, для наших. То есть уходят наши студенты с тем, чтобы потом поехать впоследствии и учиться дальше в Китай продолжать. У нас есть совместные программы магистрские, то есть у них есть шанс выучить китайский язык, допустим, поступить в магистратуру в Китай и учиться там, получить два диплома. Ну и, конечно, изучать китайский можно в частных языковых центрах. Таких в Барнауле немало. А вот специалистов-преподавателей вздыхают руководители этих школ. По пальцам можно пересчитать. Впрочем, и желающих-то изучать китайский среди взрослых немного. Как правило, это те, кому нужно для бизнеса или переезда. Соотношение изучения языков английский и китайский – это, на мой взгляд, и в моем языковом центре – это 99,1. И в основном это аудитория детская. Дошкольники, младшие школьники от 4 до 6 лет. В китайской письменности утверждают отдельные источники до 80 тысяч иероглифов. Их рост обязан интернету, откуда и берутся новые слова и, как следствие, их начертания. Однако часто используют всего лишь 3 тысячи иероглифов. Но и этого немало. От того-то язык поднебесный для большинства остается недосягаемым. Анна Рашегирова, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.